Мы пришли в эту квартиру, помню, посмотреть еще до вручения ключей. У нас все оформлено уже было, и нам захотелось посмотреть. Мы с сыном, с дочкой пришли, заходим в парадную, поднялись на этаж, все чистенько, зелено, красиво. Не верится этому счастью, но вот оно есть. Здорово же. В прошлом году, в 19-м году, я также купила здесь отдельную, красивую, большую, видовую, просторную квартиру. Ты принял решение, ты сделал первый шаг, дальше все пошло-поехало, завертелось, и вот вуаля, да, через два года ты в своем собственном жилье. Просыпаемся, мы, говорю, птички поют, на душе радостно, и такой свежий воздух, обогащенный кислородом. То есть, ну, такое, получаем удовольствие. А вы довольны своим жильем? Может быть, вы давно мечтаете о квартире побольше и покомфортнее? Где есть большая удобная кухня, уютная светлая детская, просторная комфортная спальня? Чтобы ваша квартира была в новом доме, в хорошем месте, где рядом есть парк, магазины и современная детская площадка? Может быть, у вас пока нет своего жилья? И это пока длится годами, без каких-то ясных перспектив? По статистике, из разных источников, на сегодняшний день до 80% населения нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом, подавляющее большинство не может этого себе позволить. Около трех миллионов семей годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Что стоит за этими цифрами? В нынешних условиях обычной семье со средней зарплатой нужно копить более 20 лет и при этом жить практически впроголодь, чтобы накопить на крошечную квартиру. Неопровержимый факт. Сегодня у большинства нет реальной возможности приобрести собственное жилье. Основная проблема жилищной проблемы – бедность и даже нищета миллионов наших сограждан. Порядка 20 миллионов, может быть, даже больше людей не просто не имеют возможности думать о каком-то улучшении жилищных условий. Они не знают, как сводить концы с концами, как поменять одежду, как отправить детей в школу. Давно известно, что отсутствие своего дома или плохие жилищные условия – одна из главных причин снижения рождаемости, роста заболеваемости, в том числе тяжелыми и хроническими болезнями, уменьшения продолжительности жизни, непрерывной потери высококвалифицированных кадров. Это ведет к таким острым проблемам, как постоянное ухудшение здоровья людей, усиливающийся демографический кризис, снижение качества жизни населения, растущая социальная напряженность. Вы задумывались, что стоит за этими словами? Реальная жизнь конкретных людей, возможно, ваша или ваших близких. Допустим, вас это не касается, потому что вы живете в своей квартире. А насколько она просторна? Известно, что в тесных помещениях, где вынуждены одновременно проживать много человек, гораздо легче распространяются инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. У нас в трехкомнатной квартире была кухня 5 метров. Собственно, если 4 взрослых человека сели за стол и еще детский стульчик, например, подкатили, то, сидя за столом, можно было достать абсолютно до любой точки, достать из холодильника что-то с плиты, даже можно помыть посуду тут же. Поэтому, конечно, это было очень тесно. Еще одна серьезная проблема – плохие жилищные условия разрушают нормальную атмосферу в семье, приводят к серьезным конфликтам между родными и к распаду семей. Вы знаете о том, что непригодные условия для жизни – это одна из самых частых причин разводов. Казалось бы, и этого достаточно, чтобы оценить всю степень влияния жилищного вопроса на процветание страны. Но есть кое-что еще. Вы когда-нибудь задумывались о том, какое количество людей откладывает жизнь на потом? Среди молодых людей это стало настоящей эпидемией. Они не хотят вступать в брак, создавать семьи, воспитывать детей, потому что сначала, как они говорят, им нужно встать на ноги. А что это означает? Прежде всего, купить собственное жилье. Я 10 лет прожил в коммунальной квартире, в 7-комнатной квартире, в коммунальной, на улице Рубинштейна. Конечно, люди разных социальных слоев, разные интересы. Кто-то выпивает, кто-то буйный, кто-то со своими тараканами. Вот эти моменты, конечно, они не мешали. Понятно, с демографией прямая связь. Невозможно мечтать и надеяться на то, что будут у нас многодетные семьи, если их родители, бабушки и дедушки живут в коммуналках и в аварийном жилье. Поэтому ни одно Божье создание не развивается и не размножается в таких стесненных, каких-то ужасающих условиях. Просто это невозможно. Поэтому хотим решать демографический вопрос. Нужно решать проблему с жильем. Из-за отсутствия своего жилья многие умные и талантливые молодые люди уезжают за границу, где видят для себя больше возможностей найти высокооплачиваемую работу и приобрести свой дом или квартиру. По этой причине каждый год страна теряет тысячи высококвалифицированных специалистов. Стоит ли говорить, что такая утечка мозгов влечет за собой огромные экономические потери? И не только в деньгах дело. Подумайте, кто будет учить ваших детей? Кто будет вас лечить? Кто будет проектировать дома, если все лучшие специалисты уехали? Станет ли кто-то отрицать, что, учитывая высокую социальную значимость и особую актуальность этих вопросов, необходимо постоянно совершенствовать те механизмы приобретения жилья, которые есть на сегодняшний день, для того, чтобы они могли максимально полно отвечать интересам граждан, бизнеса и государства? Вопрос стоит крайне остро. Именно даже, я бы сказал, не в больших городах, а в районных центрах, где износ жилья составляет 60-70, а то и все 100%, деревянно еще есть у нас двухэтажные бараки, где живут, то проблема стоит остро. И не зря об этом президент Российской Федерации сказал, что у нас есть уникальный шанс решить жилищную проблему. Очень часто помощь приходит оттуда, откуда не ждешь. Среди существующих сегодня способов решения этих важных проблем есть одно действительно уникальное. Это решение обладает значительными преимуществами, которые выделяют его среди прочих. Речь о покупке квартиры через жилищный кооператив. В жилищной кооперации, истоки которой мы видим еще, скажем так, как кассы взаимопомощи на предприятиях были, были строительные сберкассы, где люди у нас на основе их объединения, объединения их ресурсов и денежных средств решали вопрос сами. Если государство не может решить и не предлагает дешевый, оперативный, с большой рассрочкой инструментарий, то в рамках кооперации и объединения граждан Российской Федерации эти вопросы возможно решить. Естественно, я считаю, что это альтернатива государственным инструментариям. Это прежде всего право выбора наших граждан. Хочу, иду в ипотеку. Нет? Иду в жилищную кооперативную. Ведь каждый гражданин Российской Федерации, решая вопрос приобретения жилья, он исходит из собственного бюджета, из собственного остатка, и той финансовой модели, которая максимально комфортна для его семейного бюджета. Вот это одна из больших ценностей наших граждан, право выбора, как быть, как жить и достойно жить. Не вам предлагают определенный дом построили, а вам предлагают выбирать любой город, любой район. Вот это самое важное. Когда мы выбираем по душе, по сердцу и покупаем себе любой этаж, любой подъезд. И вот этот самый, как говорится, классный вариант. Кооператив дает тебе выбор – воспользоваться им, либо какой-то другой возможностью. Разобраться, подробно, хорошо, досконально разобраться, и принять для себя, вот именно для себя, правильное решение, которое, ну, вот, как-то может решить вашу судьбу. И, желательно, с меньшими затратами. Да, если сегодня государство разводит руками и говорит, ну, видите, какие условия, заменить вам коммуналку, аварийное, ветхое жилье мы не можем и не сможем в течение, наверное, ближайших десятилетий, я считаю, вот удовлетворяться этим нельзя. Нужно в обязательном порядке потребовать получить альтернативное какое-то предложение, кроме предложения ждать десятилетиями. И здесь, я считаю, да, государство может пойти навстречу, да, в первую очередь дать возможность людям свободно, значит, вот образовывать кооперативы, какие-то товарищества по строительству своего жилья, поддерживать те, которые, их немного, но они есть, которые уже работают, и чтобы это была поддержка, не просто, ну, ладно, делайте, не будем мешать. Нет, это очень слабо. Нужна действительно поддержка по решению многих бюрократических вопросов и финансовых в том числе, от которых нужно освободить эти структуры, эти организации, которые, еще раз говорю, решают государственную проблему. Вот здесь речь нужно вести не о равных условиях, а о преимуществе вот этой народной модели. Сегодня для многих семей этот вариант является самым оптимальным и чаще всего единственным реальным выходом в решении жилищного вопроса. Как раз вот именно в Иркутске мне предложили жилищный кооператив, я впервые тогда только об этом узнала. Почему мы пошли в кооператив именно? Ну, во-первых, ипотека для нас достаточно дорогая. Всегда была мечта уехать в Москву, еще у меня со студенческих лет. И я даже не представляла, как я вообще смогу в столице купить квартиру. Но когда появился жилищный кооператив, я стала всерьез об этом задумываться. И благодаря, в принципе, кооперативу, мы тоже, у нас не было какой-то крупной большой суммы, благодаря кооперативу, благодаря именно накопительной программе, получилось накопить вот этот пай, да, первоначальный 35%, и, в принципе, в общей сложности от момента вступления в кооператив, с учетом того, что пока мы накапливали, собирали деньги, через два года мы в Москве купили хорошую квартиру, порядка там, ну, чуть больше ста квадратов, в хорошем районе, это Юго-Запад, один из лучших районов, он и чист, и по экологии, и достаточно приятный. У нас очень хорошая школа здесь во дворе. Ну, конечно, это благодаря жилищному кооперативу, потому что ипотека, она по платежам была бы просто неподъемная для нас в сравнении с теми платежами, которые мы выплачиваем сейчас, пользуясь вот рассрочкой в кооперативе. Но обо всем по порядку. Кому-то такой способ приобретения жилья покажется новым, но, как ни удивительно, у жилищной кооперации богатые традиции, которыми можно гордиться. Такая форма приобретения жилья, как жилищный кооператив, пришла к нам из советских времен. В то время с их помощью многим семьям удалось решить свой жилищный вопрос максимально комфортно и быстро. В 88-м году я первый раз пошла в райисполком и думаю, как же встать на очередь и где же купить эту квартиру? Или вообще, как получить квартиру? Мне сказали, 35-40 лет будете ждать. А я думаю, это сколько лет там не будет? И я пошла в дом книги, купила книги, стала изучать и узнала, вот как говорится, о кооперации. И первую квартиру я купила в строительной кооперативе в 28 лет. Жилищные кооперативы пришли к нам из советских времен. Тогда граждане объединялись, складывали свои средства в общую кассу и сами строили себе жилье. До сих пор многие люди живут в квартирах, которые приобрели таким способом. Кстати, можно предположить, что жилищные кооперативы – это советское наследие. Но это не так. В той же Европе, например, в Германии и Швейцарии, жилищные кооперативы появились значительно раньше, чем ипотечные кредитования и по-прежнему остаются основным инструментом решения жилищного вопроса. На сегодняшний день их там действует сотня. Интересно, что современная жилищная кооперация – это не просто, как говорится, новое, это хорошо забытое старое. Это инновационное решение, вобравшее в себя то лучшее, что было накоплено за предыдущие годы и при этом максимально эффективно адаптированное к современным реалиям. Когда мы говорим о советской системе жилищной кооперации, то основной упор все-таки там делался, что путем объединения денежных средств граждан кооператив возводил новое жилье. Другой вид кооперации, когда в результате объединения денежных средств мы покупаем жилье именно там, где член кооператива пожелал, будь то первичка, будь то вторичка, он говорит, вот такую квартиру я хочу приобрести, она мне по карману. Кооператив осуществляет юридическую финансовую проверку законности и чистоты сделки приобретения, все, и человек приобретает жилье. Это решает проблему обеспечения жильем гораздо быстрее, чем строительство дома. Строительство может быть приостановлено по тем или иным причинам возможным, а здесь человек въезжает уже готовую, со свидетельством на собственность жилье. Что же делает жилищную кооперацию такой привлекательной? Во-первых, это выгодный способ покупки жилья. В общем итоге мы получили ту квартиру, которая действительно нас радует, которая нас впечатляет, и очень комфортными платежами рассчитываем сегодня. Если взять математику, то получается, что платеж за ту квартиру ипотечную в долларах, которая нужно было рассчитываться, вот за эту 40-метровую квартиру, вот платеж, он сегодня соизмерим с теми платежами, которые мы делаем за большую квартиру 70 квадратных метров и за ту квартиру, на которую мы рассчитываем 40 метров. То есть за две квартиры мы платим столько же, сколько за одну раньше. То есть, естественно, это значительно комфортнее, удобнее, и, естественно, мы этой возможностью воспользовались. Я через два года только зашел в личный кабинет банка, где приобрел квартиру, и увидел, что за два года у меня платеж был по квартире 25 тысяч рублей в месяц. Я увидел, что за два года я даже 100 тысяч не заплатил за свою квартиру. Понимаете, все остальное ушло в банк. У меня платеж 25 тысяч, 21 тысяча уходило в виде процентов банку, и 4 с лишним тысяч уходило на мою квартиру. Что это такое? Прошло два года, я там буквально 90, около 100 тысяч отдал только за свою квартиру. Представьте, сколько это, я не знаю, как можно хватить 25 лет. В общем, я был очень расстроен, и я принял решение уничтожить этот вариант, закрыть его как можно скорее, и закрыл его за два года. Было очень сложно. Поэтому, только вот поэтому я рекомендую жилищный кооператив, где нету такого. Конечно, экономия, колоссальная экономия. Вот если рассматривать нашу квартиру, то у нас ежемесячные платежи на 10 лет получаются по 110 тысяч рублей. Когда мы просчитывали ипотеку на вот эту квартиру, просто для сравнения, у нас получалось около 20 лет, и подвести, по-моему, 48 тысяч. Ну, то есть это несравнимые просто платежи. Вот в Германии у меня мама живет, там у нее супруг взял за под 2,5% ипотека. Или 2,25, могу ошибаться, то есть вот так. То есть, в принципе, вот с помощью вот этого жилищного кооператива можно, по сути, покупать квартиру, как в Европе, да, под европейский процент. Ну, то есть, ну, выгода очевидна. Как вы считаете, если бы меня, ну, меня, мою семью, мою маму не устраивало, не устраивал кооператив или не нравился чем-то, покупали бы мы столько квартир через кооператив. У нас все друзья, все родственники посредством кооператива берут квартиры, потому что это удобно и выгодно. Когда мы просчитываем, начинается вот именно выгода, да, когда мы столкнулись с ипотекой, когда ты переплачиваешь 2 банку, и потом ты осознаешь это, что ты 2 купил квартиры банку, и потом только себе, то это, конечно, так приземляет и сразу, слушайте, ну... Помогая ипотечному строительству, государство на самом деле пускает огромные потоки, в том числе и денег, ну, что называется, мимо народа. И я еще раз говорю, ипотека доступна 15, максимум 20 процентам, потому что для основной массы людей этот процент, который действительно превращает стоимость одной квартиры в две, ну, не посильная, если это самоубийство какое-то, да, вот на таких условиях влезать в ипотечную кабалу. И здесь, конечно, вот это народное кооперативное движение, ну, имеет все преимущества. Так как жилищный кооператив – это не коммерческая организация, это не кредитная организация, поэтому перед ним не стоит задачи извлечения прибыли. Его уставная и единственная цель – это улучшение жилищных условий участников кооператива. Поэтому хороший кооператив никаких процентов из выделенных денег не взымает. Таким образом, затраты участника кооператива – это стоимость приобретаемого жилья, расходы, связанные с приобретением этого жилья, и расходы на обеспечение деятельности кооператива. В результате переплата даже с учетом всех этих расходов составляет всего несколько процентов от стоимости приобретаемой недвижимости. Если говорить в цифрах, то у меня переплата за 10 лет составит порядка 350 тысяч рублей. А стоимость квартиры – это примерно, вот в моем случае, где-то 1,5-2%. Оценив все выгоды приобретения жилья через жилищный кооператив, конечно же, вы хотели бы узнать, как устроена и работает эта организация. Структура кооператива прозрачна и понятна. Есть люди, которые нуждаются в жилье, но у них не хватает своих денег, чтобы приобрести квартиру. Эти люди объединяются, скидываются и в складчину приобретают жилье для одного. Затем те, кому купили первую квартиру, начинают делать возвратные выплаты. Также в кооператив вступают новые желающие приобрести жилье и вносят свои деньги. Так накапливается необходимая сумма на покупку квартиры для второго члена кооператива, затем для третьего и так далее. Сначала у меня было непонимание, если процентов никаких нет, если просто берется стоимость объекта и человеку разбивается там на 10 лет платежи, непонятно, где выгода кооператива, то есть для чего он вообще работает. Вот этот момент был непонятен на первый взгляд. Но потом ты понимаешь, что это не коммерческая организация, что она создана, ну она не ставит своей задачей вообще в принципе извлекать прибыль, что пайщики объединяются и помогают друг другу, приобретают объекты недвижимости. Есть еще одно важное преимущество. Вступить в жилищный кооператив очень просто. Для этого не нужны справки о доходах с работы и другие документы, подтверждающие ваши доходы. Чтобы зарегистрироваться в жилищном кооперативе, необходим только паспорт. Причем вступить в жилищный кооператив может любой гражданин в возрасте 16 лет и старше. Ну то есть абсолютно не требовались никакие справки, никаких, не знаю, подтверждения там доходов или еще что-то. Потому что в ипотеке уже все наслышаны, что, как говорят, докажи банку, что тебе деньги не нужны, чтобы он тебе их дал. Нет, в кооперативе такого нет. Вспомним историю, когда я собирал документы. Где-то полтора-два года я бегал по банкам с документами, со справками, с характеристиками, со справками о своем финансовом доходе. И мне отказывали. Понимаете, я потратил практически два года на это. А здесь не нужно ничего, никаких документов, кроме паспорта. То есть не нужна никакая кредитная история. Не нужно никому ничего доказывать, что ты какой-то хороший, красивый, обеспеченный. Там, я не знаю, что нужно еще доказывать. Здесь ничего не нужно доказывать. Здесь нужно просто показать свой паспорт, заполнить заявление о вступлении в кооператив, вступить в него и благополучно приобрести свой объект недвижимости. Стоимость объекта, который мы приобретаем с использованием потерь, личного кредита, конечно, будет рассчитываться, исходя из той платежеспособности, которая есть, то есть зарплату, которую мы подтверждаем. И тогда это определяет, в какой квартире ты будешь жить. То есть если у тебя маленькая зарплата, будешь жить в маленькой квартире, не важно, что у тебя есть какие-то еще доходы. Вот здесь мы, конечно, выбираем тот объект, на который мы готовы, то есть нанеся первоначальный взнос. И рассчитывая платежи, это очень легко тоже сделать на калькуляторе, прямо на сайте, чтобы понимать, какая перспектива в дальнейшем по платежам. Тебе не надо собирать каких-то документов, подтверждать свои доходы. Имея только желание, настрой, посмотрел, все изучил и все, ты уже в кооперативе. Мы жили в маленьком, очень маленьком городке. Это Усолье-Сибирское, Иркутская область. Это порядка 60 тысяч всего населения в нашем городе. Была у нас двухкомнатная квартира на тот момент. Так случилось, она у нас была ипотечная, и в 2014 году случился кризис, не было возможности выплачивать за жилье. Ну, по факту, мы ее просто потеряли. У нас вот эту ипотечную квартиру, мы не смогли за нее рассчитаться. Была испорчена кредитная история. Я понимала, что, во-первых, ипотека неподъемная, а во-вторых, просто я не смогу больше ее взять. И когда вот сложилась такая сложная ситуация, да, с жильем, мы по факту остались вообще без жилья. Я про кооперативы до этого никогда не слышала, не сталкивалась. И когда я впервые вообще услышала, я была просто шокирована, во-первых, как можно, несмотря на то, что я работала риэлтором, кроме ипотеки, я других особо, ну, инструментов-то никаких и не сталкивались, не знала. Знала, что есть строительные, да, кооперативы. А то, что вот так вот можно на вторичном рынке от физлиц покупать готовое жилье, об этом я, естественно, не знала. И, конечно, у меня была масса сомнений. Хотя может показаться, что кооператив – это несерьезная затея, на деле это не так. Деятельность жилищных кооперативов четко регламентирована законодательством Российской Федерации. Например, в Российской Федерации работа жилищного кооператива регулируется шестым параграфом четвертой главы Гражданского кодекса, пятым разделом Жилищного кодекса Российской Федерации и уставом самого жилищного кооператива. Члены кооператива, их поевые взносы, их права надежно защищены как уставом кооператива, так и федеральными законами. При этом изменения в устав могут вноситься только общим собранием конференций участников жилищного кооператива. Оно является правомочным, если на нем присутствует более 50% членов кооператива. Все эти условия прописываются в уставе. Устав изучал я очень долго и, ну, как любой юрист, он должен вникнуть, посмотреть в одну часть, сравнить с действующим законодательством. Что-то, если возникает, задать вопрос, оппонент должен ответить. И после этого складывается в целом картина. Все было изучено. Сложил устав, говорю, можно. И было принято совместное решение, да, пошли. Я не боялась, что до меня очередь не дойдет, что там кооператив развалится. Если каждый человек начнет разбираться в документах, он поймет, что это, ну, просто нереально. Потому что кооператив – это добровольное объединение граждан. И чтобы кооператив рухнул, это надо, чтобы, ну, все пайщики просто отказались от квартир. Ну, такого просто не может быть. Вот на сейчас, если кто-то из пайщиков захочет выйти из кооператива и там сказать, чтобы кооператив закрывался, я на это согласие не дам. И без моего согласия кооператив никаких решений не принят. То есть это тоже такой фактор и гарантия. Ну, а страхи, конечно, мне кажется, тут не столько страхи, а сколько мы так ленимся поизучать, вникнуть в документы. Вот порой мы так вот торопимся. Давайте быстрее подпишем. Скажите, когда вы в последний раз подписывали договор и прочитывали его ну, от начала до конца? Да мало кто это делает. Очень мало. И, соответственно, от этого страхи, потому что они не знают об этом продукте, об этом варианте, об этой возможности. Еще столетиями тому назад люди мельницы там строили, также через кооператив, гаражные, дачные, разные кооперативы были. И это мы все вместе купили одному квартиру, купили второму квартиру. И лояльность, лояльность кооператива, это вот нигде и от других вариантов и лучше скажите мне, покажите, я не видела, потому что я всегда изучала, что такое кооперативы. И неправда, что там кооператив заберет деньги. Это наши общие деньги. Как? Какой кооператив? Это вы и мы, это мы все вместе, этот кооператив. Вот поэтому тут вообще бояться не надо и поищите другие варианты, не найдете. Есть еще один важный гарант надежности жилищных кооперативов. Для покупки жилья, точно так же, как и при апотечном кредитовании, во многих регионах можно использовать материнский капитал. Это говорит само за себя. С жилищным кооперативом пенсионный фонд работает, да, материнский капитал переводит деньги. Ну, значит, наверное, это не просто так. Материнский фонд, куда попало, деньги не переведет. И самое важное. Если по каким-то причинам семья передумала покупать квартиру или больше не может выплачивать возвратные средства, то в любой момент можно отказаться от участия в жилищном кооперативе и вам в течение двух месяцев вернут все ваши поевые взносы без штрафных санкций. Квартира в этом случае предлагается другим участникам кооператива в порядке очереди или реализуется на рынке для возврата средств в кооператив. Участники кооператива не теряют свои вложения ни при каких условиях. Если пащик кооператива решил выйти из кооператива, то по закону кооператив ему возвращает все паевые взносы в стопроцентном объеме. Благодаря этому каждый участник кооператива максимально защищен. То есть в любом случае член кооператива либо получает жилье, либо получает 100% возврат своих паевых средств. На сегодняшний день в чем я уверена, что в кооперативе ведь стопроцентная гарантия возврата паевых взносов. Я понимаю, что 10 лет это тоже большой срок. И ни одна семья не может быть уверена в том, что будет доход в семье. Представьте, 250 тысяч ежемесячно платить ипотечный кредит. 20 лет. А буду ли я зарабатывать эти 20 лет? Понятно, что нет стопроцентной уверенности, что будет там завтра. Вот как сейчас, допустим, произошел кризис, многие потеряли работу. По большому счету от этого никто не застрахован. Об этом тоже думаешь, когда берешь вот на такие длительные сроки. Но если мы говорим про ипотечный кредит, а у меня есть уже за плечами опыт, да, потери такой квартиры, взятой в ипотеку, то, конечно, там ты остаешься абсолютно и без жилья, и без денег. Тебе ничего не выплачивают, потому что в первые года все уходит в погашение процентов. Но когда мы говорим про кооператив, мы понимаем, что здесь стопроцентная гарантия возврата паевых взносов. И если вдруг, ну мало ли, да, не дай бог, конечно, но вдруг что-то пошатнется и не будет возможности выплачивать, я знаю, что свои вложенные в эту квартиру деньги я в любом случае заберу. И это, конечно, ну дает уверенность в завтрашнем дне, то, что все равно мы без жилья не останемся. Вот этот момент прямо, ну так, существенно в сравнении с ипотечным кредитом существенно вот в плюс кооператива однозначно. Обычно, так как я даже, вот, как с позиции риелтора, да, и мои коллеги-риелторы, многие говорят, ну вот, в ипотеке же ты собственник, да, а здесь собственник-оператив. Но это такая иллюзия, на самом деле, что собственник в ипотеке собственник является собственником. Закладная лежит в банке, есть обременение в силу ипотеки. Ехал в такси и общался с таксистом. Вот он взял ипотеку, платил два года исправно. В 2014 году он потерял работу, там, кризис, потерял работу. И, ну, с банком договориться не удалось. Вот он говорит, что я, говорит, за эти два года выплатил порядка, там, двух миллионов рублей. Вот. И банк продал его квартиру, он говорит, я на руки получил порядка 150-200 тысяч рублей. То есть банк забрал всю свою недополучную прибыль и, ну, и отдал ему, там, какие-то копейки. То есть, по факту, человек и без квартиры, и без денег. Здесь, в жилищном кооперативе, я точно знаю, да, это и в жилищном кодексе прописано, и в нашем уставе жилищного кооператива, что если пайщик на каком-то этапе не может платить за квартиру купленную, вы пишете заявление о том, что вы хотите отказаться от этого объекта, кооператив продает вашу квартиру, и ваши деньги, которые вынесли 35%, плюс еще год-два то, что вы платили, вам полностью возвращаются. Теперь возникает вопрос. Как быстро можно получить жилье с помощью кооператива? Не получится ли, что при всех преимуществах жилищного кооператива квартиру придется ждать годами? К счастью, это не так. Средний срок ожидания в очереди крупного и надежного кооператива может составлять от одного года до двух лет. Участник кооператива может въехать в квартиру сразу после ее приобретения. Есть математическая формула, которую мы я знакомился с ней в самом начале и мне стало понятно, что это не просто от количества новых людей зависит то, купят мне квартиру или нет, но и чем больше квартир уже куплено, тот возвратный поток денег, то есть деньги, которые выплачивают закупленные квартиры, он тоже увеличивает шансы приобрести квартиру быстрее. Поэтому чем больше квартир будет куплено, тем тоже будет больше денег. я даже не представляла два года назад, что я там поеду в Москву, куплю квартиру, то есть это произошло, и когда люди говорят, ой, стоять в очереди долго, я говорю, ребята, время пролетит, вы даже глазом моргнуть не успеете, как это произойдет очень быстро. Как сейчас помню, это было 8 февраля 2018 года, я была самая последняя, еженедельно продвигается очередь, и это четко отслеживается в личном кабинете, то есть я вижу, кому купили квартиру, кто уже рассчитался за квартиру, то есть все это абсолютно прозрачно видно, и то есть ход событий я смотрела с семьей, и через 4 месяца наша очередь уже подошла, нам позвонили с юридического отдела, сказали предоставить документы на квартиру, которую мы выбрали, ну, соответственно, тут уже пошла работа юридического отдела, мы предоставили застройщика нашего, они связались, и друг с другом они уже срабатывали, проверяли нашу квартиру на надежность. Сам я лично отстоял в очереди 7 месяцев, это небольшой срок, это вообще смешной срок, потому что пока я стоял в очереди, я готовился финансово к приобретению квартиры, и я размышлял, что я хочу купить, и пока я обо всем этом думал, у меня и очередь подошла, мне уже позвонили из кооператива, сказали, Виталий Сергеевич, вам, ваша очередь подошла, вам нужно выбирать объект недвижимости. В марте я внес 35%, ну, вот, считайте, в конце июня я въехал в квартиру, это март, апрель, май, июнь, 4 месяца. Итак, вы оценили все преимущества и решили улучшить жилищные условия с помощью кооператива. Что необходимо сделать, чтобы как можно быстрее реализовать свою мечту жить в собственной просторной и комфортной квартире, которая станет тем самым заветным, уютным гнездышком, где ваша семья будет по-настоящему счастлива. Всего несколько простых шагов позволят вам воспользоваться всеми преимуществами жилищной кооперации. Шаг первый. Выбор кооператива. Как вам выбрать надежный жилищный кооператив? Для этого обратите внимание на три важных аспекта. Внимательно прочитайте устав кооператива. В нем должны быть четко и подробно описаны условия участия в жилищном кооперативе, процент первоначального взноса, размер членских взносов, условия продвижения в очереди, обязанности и права участников кооператива. На сегодняшний день существует нормативная база деятельности жилищных кооперативов и в рамках тех нормативных законов положений инструкций и по основлениям мы функционируем. Самое главное внимательно ознакомиться с внутренними документами, определяющими регламент жизни данного кооператива. Если они вас устраивают внутренне устав, по которому живет кооператив тот, 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 пожалуйста, ваш выбор. Все показывают цифры. Финансисту нужно посмотреть только на цифры, на которые я и смотрела. И уже во вторую очередь я именно читала документы. безусловно я посмотрела законодательную базу гражданского жилищного кодекса, какие у меня есть гарантии, потому что это очень важно, это крупные суммы денег и это долгий период. Потом я начала смотреть историю именно моего кооператива, как он создавался, кто его создал, для каких собственно целей. и я поняла, что здесь все настолько грамотно оформлено. Я по прошлой работе составляла документацию для компаний. Я знаю, что такое правильное составление документов, как составляются госконтракты. Это все настолько юридически должно быть корректно составлено, поэтому на документы я смотрела очень зорким глазом. У меня все документы были распечатаны, начиная с устава, положения деятельности. Я все моменты, какие мне нужно было, я подчеркивала, выписывала очень дотошно. Я этот момент проверяла, потому что именно здесь вопрос денег. денег больших и денег семьи. Любая сделка с недвижимостью это заключение сложных договоров на большие суммы. Поэтому при покупке квартиры важно внимательно анализировать возможные риски. В надежном жилищном кооперативе всегда есть юридическое сопровождение сделки по приобретению квартиры. Юристы отвечают за всестороннее изучение чистоты объекта, за точность и правильность составления всех документов. Таким образом, участник кооператива может быть уверен, что приобретение его жилья будет осуществлено в соответствии с законодательством, то есть максимально безопасно для него. когда мы вступили в жилищный кооператив в принципе когда жилищный кооператив в принципе проверял историю любой квартиры проверяет очень дотошно в принципе это очень понравилось, что мы приобретем надежное жилье, за которое нам не надо беспокоиться будет это скажем так очень большой фактор. Примерно 7-10 дней идет юридическая экспертиза, потому что проверяются абсолютно все параметры объекта, его история и оформление сделки происходит чаще всего нотариальное с регистрацией в Росрегистрие, где абсолютно полностью законна вся сделка. Поэтому переживать за этот вопрос нам не пришлось и слава богу нам никто это очень не трепал нервы мы передали пакет документов по нему были сделаны какие-то пометки, что дополнительно нужно предоставить предоставив эти документы мы вышли на сделку и дальше общались юристы кооператива с продавцом с юридическим отделом строительной компании договорились как эту процедуру провести мы в этом вообще не участвовали. Так как я в свое время работал риэлтором я часто сталкивался какие встречаются квартиры на рынке недвижимости так скажем с документами поддельными задним числом масса вариантов и конечно мне что понравилось в нашем кооперативе что юристы обязательно тщательно проверяют историю квартиры кто был собственником в разное время потом конечно там проверяют задолженности кто там прописан есть ли дети есть ли обременение все это проверяется вот плюс обязательно спрашивать справки психдиспансера чтобы собственник был адекватный человек чтобы потом не было потом судебных каких-то исков что человек был неадекватен на тот момент и он продал квартиру поэтому юристы кооператива за этим очень тщательно следят надежный кооператив тщательно проверяет жилой объект который собирается приобрести для своего пайщика в том числе его ликвидность проводится юридическая экспертиза правоустанавливающих и технических документов также проводится независимая оценка рыночной стоимости этого объекта для жилищного кооператива очень важно чтобы объект который он приобретает для своего пайщика был ликвиден потому что если участник кооператива вдруг окажется неплатежеспособным жилищный кооператив сможет передать эту квартиру другому участнику или продать на открытом рынке это очень важный фактор финансовой устойчивости и надежности жилищного кооператива обеспечить полную сохранность средств и гарантию для участников кооператива обязательно формируется неснижаемый остаток паевого фонда так называемый резервный фонд это позволяет кооперативу сохранить устойчивость между привлеченными и использованными паевыми средствами и покрыть финансовые разрывы в период когда участник решил добровольно выйти из кооператива и кооператив должен вернуть ему все его паевые взносы а его квартира еще не реализована еще один фактор защиты участников жилищного кооператива отдельный счет в банке для боевых взносов средства с этого счета могут использоваться исключительно только для приобретения объектов для своих пайщиков или возврата им средств мало того что мы в складчину то есть в кооперации создавая паевой фонд приобретаем это жилье мы сами же как члены кооператива контролируем его использование не кто-то ни налоговый там ну приезжает ни дядя из МВД или ФСБ а мы сами члены кооператива в состоянии контролировать использование данных денежных средств саккумулированных в жилищном кооперативе как видите эксперты подтверждают жилищный кооператив это самый простой выгодный и надежный способ приобрести свое жилье шаг 2 вступление в кооператив вступать в кооператив можно с 16 лет для этого вам необходимо заполнить заявление и внести вступительный взнос чтобы сразу встать в очередь необходимо внести паевой взнос который в разных жилищных кооперативах может составлять от 20 до 50 процентов от стоимости квартиры которую вы хотите купить если у вас пока нет этих средств вы можете их аккумулировать на счете жилищного кооператива когда ваши паевые взносы достигнут необходимой величины от стоимости жилья вы сможете встать в очередь в 2016 году я случайно от подруги узнала что есть кооператив и можно приобрести недвижимость так как у нас была не очень большая сумма а квартиру хотелось и думаю ну как же это можно и квартиру купить и без денег скажем так вот я узнала о кооперативе узнала что там существует такая программа накопительная то есть мы супругом в 2016 году ознакомились с документами он как юрист у меня полностью все освоил обратил внимание что все согласно законодательству я как финансист со своей стороны просчитала все расходы все что будем иметь и мы приняли в принципе очень быстрое решение буквально за два дня мы вступили в кооператив и накапливали год и три месяца по накопительной программе создали капитал 35% на счете кооператива и после этого приобрели уже для нас квартиру в 2018 году естественно своего первоначального взноса на квартиру у меня не было и я даже честно вам скажу у меня не было даже в мыслях что я смогу купить квартиру в таком прекрасном месте была цель просто купить квартиру где-нибудь какую-нибудь когда ты уже начинаешь откладывать на свое жилье уже мышление таким образом работает что ты естественно видишь как у тебя собирается капитал на квартиру и он начинает собираться все быстрее и быстрее потому что ну уже целью задаешься такой где-то копить там не знаю дома под подушкой или еще где-то не получается но мы все люди да нам то одно хочется купить то другое и получается что у нас никак не собираются в кучку эти деньги а когда ты уже вступил в кооператив когда ты видишь как другие приобретают объекты недвижимости у тебя появляется уже азарт ты уже хочешь быстрее заехать в свое собственное жилье и деньги накапливаются очень быстро шаг третий приобретение квартиры и долгожданное новоселье после оформления пакета документов для покупки квартиры кооператив добавляет недостающую сумму из своего поевого фонда и приобретает для вас квартиру которую вы выбрали с нашей стороны все делал юридический отдел кооператива со стороны продавцов тоже попался очень грамотный толковый риэлтор и все они в принципе между собой все это делали мы в назначенное время только встретились у нотариуса все подписали оформили и вообще проблем никаких не было квартира оформляется в собственность жилищного кооператива до полного погашения вами задолженности перед кооперативом за приобретенный для вас объект недвижимости вы внесли 35 процентов то есть у вас в этой квартире есть доля да которая равняется 35 процентам когда вы полностью рассчитаетесь за нее она станет ваша ну по-моему все логично у меня есть чем сравнивать у нас квартира в ипотеке и я тоже с ней ничего не могу сделать несмотря на то что она оформлена на меня когда я беру выписку там написано собственник Вишнякова Диана но в обременении у банка такого то все я ничего не могу сделать я даже продать не могу а чтобы продать мне надо сначала погасить займ что это тоже не является преимуществом а у меня нет денег и что делать найти клиента кто погасит за меня не вариант а в кооперативе да на кооператив так это же еще и надежнее что такое кооператив это я допустим вы там и еще трое человек вот мы пять человек у нас есть по миллиону рублей мы решили купить квартиру давайте сначала так как идея была моя давайте купим мне квартиру говорю я да мы покупаем мне и я предлагаю оформить на меня как вы думаете вот согласились бы четверо оформить на меня на физ лицо а вдруг со мной что-то случится соответственно нет поэтому квартира оформлена на каждого то есть она на кооператив а что такое кооператив это все мы поэтому это тоже есть гарантия с каждым участником кооператива заключается соглашение о членстве после приобретения объекта жиричным кооперативом для пайщика подписывается дополнительное соглашение в котором прописывается адрес и кадастровый номер приобретенного жилья объект кооперативом передается пайщику в безвозмездное пользование по акту приема передачи в соглашении о членстве и дополнительном соглашении к нему прописано, что если вы вносите платежи за вашу квартиру по графику, то после выплаты всей стоимости купленного для вас жилья оно переходит к вам в собственность. В случае нарушения прав участника кооператива он может обратиться с данными документами в суд для защиты своих законных прав и интересов. Мне, в принципе, все равно, на ком записано в Росреестре квартиры, пока ты за нее не рассчитался, что у банка, ты не заберешь эту квартиру и не сделаешь с ней самостоятельно что-то, что с кооперативом. Ну, а с точки зрения, что кооператив может сам куда-то что-то сделать с квартирой, ну, это тоже не реальная история, потому что кооператив действует в строгом соответствии с законодательством, и если объект зарегистрирован в Росреестре, даже на жилищный кооператив, то цель кооператива, указанная в уставе, это приобретение объектов недвижимости для пайщиков, и там не написано «перепродажи с целью коммерческой выгоды», то есть нет такого пункта получить из этого какую-то выгоду. Поэтому нецелевое направление, допустим, кооперативу продавать эти квартиры или там куда-то их сбывать. Пока за эту квартиру рассчитывается пайщик, для кооператива вообще больше никаких забот нет. Пайщик рассчитывается, кооператив получает обратно те деньги, которые добавлял, и функция его выполнена. То есть главная задача – помочь пайщику приобрести объект недвижимости. Вывод напрашивается простой. Ваши права и интересы как участника жилищного кооператива защищены максимально надежно. Они строго охраняются законом, и при этом вы имеете большую свободу действий во всем, что касается приобретенной недвижимости. Когда мы уже приобрели квартиру, и была необходимость сообщить в газовую службу о том, что они неправильно считают квитанции. Это тоже один из плюсов того, что тебя кооператив поддерживает. Да, то, что оформлено на кооператив, он тебя поддерживает, за локоточек ведет. Юристы кооператива связались с газовой службой, объяснили, да, какие нужны документы, сами направили туда, чтобы газовая служба правильно и выставляла мне квитанции. Все, на следующий месяц я уже получаю правильную квитанцию с пересчетом излишнеуплаченной суммы. Это же шикарно! После того, как все документы на квартиру оформлены, она передается в ваше пользование. Сделка прошла в конце июня 2019 года. То есть в июле я уже, в начале июля я уже сюда заехал. 2019 года. То есть вот год будет, кстати, будет юбилей, как мы здесь живем. Мы сразу заехали, мы сразу переехали. Первую неделю мы спали на полу с супругой. Болели кости, конечно, вот. Ну, потом вот купили там кровать и уже... Теперь вы можете прописаться в новой квартире и прописать всех членов вашей семьи, включая несовершеннолетних детей. С этого момента ваша жизнь заиграет новыми красками. Каждое утро вы будете с удовольствием открывать глаза, потому что вас будет радовать все, что вас станет окружать. Ведь теперь вы можете сделать в новой квартире все по своему вкусу, воплотить все свои мечты об уютном и комфортном доме. Когда стали уже здесь жить, и вот реально первый месяц я еще как бы... А знаете, вот запах все новое. Вот такой вот запах в квартире, когда все новое. Мебель мы всю новую, естественно, там на заказ делали и так далее, да. То есть полы там, все-все-все, все еще пахнет вот этим новым. Я все время ходила по этой квартире, где-то месяц я просто поверить не могла, что два года назад я жила в Иркутске и вообще даже не представляла, как я буду покупать квартиру в Иркутске, не говоря уже о Москве, да. И даже не представляла, что это будет 100 квадратов, что это будет 4-комнатная. У меня из спальни, из моей прекрасный вид, когда Москва ночью горит, а на МГУ все это светится. Я все время, когда засыпаю, ложусь, и вот первый месяц я засыпаю, ложусь спать, смотрю на МГУ и думаю, боже, это я вообще нет? Это моя квартира или нет? Я ли здесь вообще живу? И вот такой момент у меня был очень долго. Где-то недели две-три я все время думаю, господи, надо же. Ну, действительно, вот знаете, как по щелчку. Казалось бы, за два года с абсолютного нуля, благодаря кооперативу, мы приобрели, ну, хорошую квартиру. Ну, осознание не сразу, когда оно пришло, что вот у меня есть квартира. Появилась какая-то такая уверенность, что есть уже, вот, так сказать, свое гнездо, да. А так как уже на тот момент я три месяца как был женат, то есть уже семья планировалась расширяться. И вот у нас буквально вот 26 мая 2020 года родилась дочка Вероника. Шаг 4. Возвратные выплаты и переоформление собственности на квартиру на вас. При оформлении дополнительного соглашения между жилищным кооперативом и участником кооператива составляется график внесения возвратных платежей, которые будут погашать вашу задолженность перед кооперативом. Когда долг перед жилищным кооперативом полностью погашен, недвижимость оформляется в вашу собственность. Это формальность, потому что на самом деле вы уже давно живете в своем новом доме. За три года мы за квартиру рассчитались. То есть в конце 2019 года мы внесли последний пай и квартиру переоформили на меня. Сегодня жилищный кооператив – это самый простой, самый доступный, самый выгодный способ приобретения жилья. Это реальный способ решить жилищную проблему, помочь молодым семьям, остановить массовую миграцию молодежи за границу, предотвратить утечку мозгов за рубеж, создать благоприятные условия для улучшения здоровья граждан, а значит кардинально улучшить социальную, демографическую, экономическую ситуацию в стране. О чем это говорит? Необходимо активно поддерживать самые эффективные механизмы приобретения жилья, которые сегодня есть на рынке. Благодаря этому покупка жилья станет доступна самым широким слоям населения, и все больше семей смогут приобрести комфортные современные квартиры. Социальная значимость жилищной кооперации огромна. Она дает возможность каждому иметь свою квартиру. И речь не орая в шалаше. С жилищным кооперативом можно осуществить свои самые смелые желания и самые яркие мечты о комфортном и уютном доме. У нас в квартире есть сауна, поэтому мы регулярно пользуемся этим гаджетом современным. То есть в своей квартире есть сауна, которую можно за несколько часов заранее включить, приехать в нагретое помещение и, соответственно, воспользоваться этим. Приобрел квартиру я в январе месяце этого года. То есть январь 2020 год. И до этого времени я просто готовился финансово начать делать ремонт, потому что квартира не маленькая, 138 квадратных метров общей площади, свободной планировки, то есть стены я расставляю так, как хочу. И готовился финансово. Сейчас я готов, у меня готовится уже дизайн-проект. Как только он будет готов, я уже приступлю к технической части. При выборе жилья я смотрела на планировку. Мне хотелось, естественно, каждому ребенку, чтобы была детская своя, чтобы у нас отдельно была спальня, чтобы у каждого был свой угол. Ну и вроде как сначала-то планировали двух, потом трех, а потом так аппетит приходит во время еды. И мы, в общем, остановились на четырехкомнатной, 102 квадрата. Хорошая квартира, все отдельные, все комнаты. Мы очень-очень здоровы, мы очень довольны. Да, я приглашаю к себе друзей. Я могу делать все, что захочу в своей комнате. Сделали квартиру своей мечтой. Ну, конечно, получилось супер. Просто мы кайфуем от этой квартиры. А что такое собственное жилье? Это основа благополучия каждого человека. Это дает возможность комфортно жить, обзаводиться семьей и детьми, чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Что заботит каждую мать? О чем думает отец? Как обеспечить свою семью? Как ей дать кровь и достойные условия жизни? Как дать своим детям все самое лучшее? Образование, здоровье, развитие. И, конечно, как создать уютное семейное гнездо? В современных условиях для многих это становится настоящим испытанием. Решение квартирного вопроса должно воодушевлять и радовать людей. Жилищная кооперация дает возможность не только приобрести жилье, максимально сохранив семейный бюджет, но и возможность больше времени проводить со своей семьей, уделять внимание и окружать заботой своих самых близких людей. Поэтому, конечно, создание условий для того, чтобы здесь образовывались сообщества граждан, такие кооперативы по поиску, проверке и гарантированной покупке вторичного жилья, это очень правильная перспектива, ее нужно поддерживать. Мы пришли в эту квартиру, помню, посмотреть еще до вручения ключей. Ну, то есть у нас все оформлено уже было, и нам захотелось посмотреть. Мы с сыном, с дочкой пришли, заходим в парадную, поднялись на этаж, все чистенько, зелено, красиво. Не верится этому счастью, но вот оно есть. Здорово же! Ты принял решение, ты сделал первый шаг, дальше все пошло-поехало, завертелось, и вот вуаля, да, через два года ты в своем собственном жилье. Поэтому не надо бояться, надо просто действовать, делать, и все придет. И на практике я уже знаю много семей, которые досрочно рассчитались, уже зашли там на вторую квартиру, кто-то на третью. Я сама, у меня двое детей, я тоже планирую, ну, ближайшие 5-6 лет обеспечить их жильем в Москве, чтобы, когда они вырастут, у них уже были свои квартиры, чтобы голова не болела там, где там в 18-20 лет брать ребенку квартиру. Вот эта квартира, в которой мы будем жить, она нас очень порадовала, потому что окна выходят на две стороны, и практически солнце утром в одной части квартиры, да, вечером солнце в другой части квартиры. Очень светлая квартира, и это нас очень порадовало. К нам стали приезжать гости. Их здесь есть где разместить. Просыпаемся мы, говорю, птички поют на душе радостно, и такой свежий воздух, обогащенный кислородом. То есть, ну, такое, получаем удовольствие. Ну, реально получаем удовольствие от жизни вот в этой квартире. Мы просто, ну, во-первых, мы ее, и вот то, что мы здесь сделали, да, мебель, то есть все покупаем, то, что нам нравится, по душе, там, каждую мелочь, все с душой, и, конечно, мы здесь просто балдеем. Я долго выбирал квартиру. Знаете, я очень хотел эту квартиру, но дорогая. 14 миллионов 600 тысяч. Я прекрасно понимал, какой у меня будет платеж. Даже в кооперативе в рассрочку на 10 лет у меня платеж, я уже посчитал, порядком 80 тысяч. И я выбирал, я долго выбирал, но всегда возвращался. Я вечером, после всех просмотров объектов, я приезжал вот на эти озера, гулял здесь вокруг вот этого живого комплекса и размышлял. Я не знал, что делать, честно, не знал. И, знаете, я на следующий день принял решение и сказал, да, я беру то, о чем я мечтаю, да, я беру дорогой вариант, но я это сделал. До сих пор меня спрашивают, а почему ты выбрал такую дорогую квартиру? Почему не взял промежуточный вариант какой-нибудь дешевенькой квартиры, а потом, типа, можно было бы переехать уже. Вот. Но мы живем в этой жизни один раз. Нельзя откладывать ваши мечты на потом. Ни через какие промежуточные варианты этого нельзя делать. Потому что если ты не сделаешь это сейчас, то очень много шансов, что ты не сделаешь это уже никогда. Поэтому нужно делать прямо сейчас и как можно скорее. Ну, я зашла и поняла, что это моя квартира. Ну, все. Ну, у меня есть квартира в городе, где я хотела жить. Я, наверное, когда еще училась в школе, хотела вот побыстрее съехать от родителей. Не потому что отношения плохие, потому что хотелось самостоятельности какой-то. И вот в своем ты можешь делать все под себя. Ремонт, вот прямо делать ее для себя. Тарелочки те же купить. Такие, какие ты хочешь видеть в своей квартире. Да, там шторы те же, там мебель. И это так классно. Вот это тоже такой трепет, когда выбираешь, там, а что сюда поставить, а что там повесить. И вот это вот те эмоции, которые, наверное, ну, никак не передать. В моем понимании и в моем осознании этого процесса это действительно нужно государству. Это действительно продуктивный и эффективный способ обеспечения наших граждан достойным жильем. Жилищные кооперативы уже доказали свою эффективность. Поэтому поддержка и развитие жилищной кооперации это действительно социально значимая задача, которая принесет колоссальную пользу и стране, и людям. Квартира каждой семье. Жилищные кооперации. Это действительно возможно. Своё жильё – это настоящее счастье. Именно этого вы и хотите? Пора осуществить свою мечту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова